В канун Дня памяти Великомученика Георгия Пепдоносца, епископ Новороссийский Геленджикский Феогност, совершил все ночные обдения в Георгиевском храме поселка Витязева, который расположен неподалеку от Анапы. А божественную литургию архипастырь возглавил в храме Великомученика Георгия в Новороссийске. Все подробности у наших коллег. Верующие поселка Витязева встречали своего архипастыря у входа в храм. Разделить пасхальную радость и престольный праздник храма, названного в честь всеми любимого и почитаемого святого Великомученика Георгия Пепдоносца, пожелали больше 500 человек. За богослужением была совершена лития с благословением хлеба, который потом раздавали прихожанам, пшеницы, вина и елея. А после архипастырь обратился со святительским словом прихожанам. Что двигает этими людьми? Что могло подвигнуть их на такой подвиг, претерпеть такие страдания? Конечно же, Господь. И вот они предстоят пред Богом. То есть Святой Великомученик Георгий Пепдоносец на небесах предстоит. Ходатайство о нас с вами. Здесь, собравшись в этом святом храме, почтить его святую память. Георгий Дмитриевич, так же, как и сотни других верующих жителей поселка, пришел, чтобы разделить радость с дня его покровителя, святого Великомученика Георгия. Прихожанин рассказывает, что на этом месте уже стоял большой величественный храм. В 1937 году его разобрали по кирпичикам. Но молитва не угасала в Витязево и в советские годы с жестокого гонения христиан. Здесь и в коммунистические времена люди на 6 мая собирались и по домам делали. И честь была, честь была во дворе, которым проводили этот праздник. То же самое, народ весь в поселок собирался, ставили столы, праздновали, пекли хлеба. В поселке Витязево проживает большая греческая диаспора. Многие семьи в советские времена были высланы из Кубани в Казахстан. Многие репрессированы и погибли в застенках лагерей. Рядом с белокаменным храмом находится памятник, на котором выбиты фамилии пострадавших в коммунистические времена. Многие семьи мечтали и впоследствии вернулись обратно на родину. И уже в 90-е годы началось возведение на месте разрушенного храма нового. Его строили всем миром. И сегодня с радостью приходят на богослужение уже со своими детьми и внуками. Святые славные и всехвальные великомученичи Георгии, собранные в храме Твоими предыконы Твоей, святое поклоняющиеся люди, молим Тя. 6 мая в день памяти великомученика Георгия Победоносца, преосвященнейший владыка, возглавил божественную литургию в храме в Новороссийске. Это место очень значимое и любимое многими прихожанами. Сюда на службы съезжаются люди со всего города. Храм Георгия Победоносца находится рядом со 108-й дивизией ВДВ. К своему покровителю, святому Георгию, приходят за помощью и молитвами многие военнослужащие. В своей проповеди архипастер обращается ко всем присутствующим с просьбой молиться о строительстве нового большого храма, который очень здесь ждут. Эти дни, эти годы – самые лучшие годы в жизни общины. Переживает батюшка, переживает прихожане. Все волнуются, все хотят строить, все желают строить и начинают молиться. Не получается ничего, не усиливают молитвы, еще продолжают молиться. Этот процесс очень важный в жизни каждого христианина, но в том числе особенно в жизни пастыря. Место под новый храм уже определено. Есть и проект. А пока богослужения проходят в небольшом деревянном храме, но приход уже создан, работает воскресная школа. Ну, самая главная цель жизни человека – это спасение души. Поэтому человек чувствует себя радостно не тогда, когда у него там богато или он здорово себя чувствует, а когда на душе хорошо, когда он чувствует любовь свою к окружающим, к себе от окружающих. Поэтому вот храм, природа такая здесь благоприятная. Рядом воинская часть, много у нас военных с детками, с маленькими. Несмотря на всю тесноту и пока временные неудобства, приходская жизнь здесь идет полным ходом. В планах со строительством храма в честь великомученика Георгия Победоносца организовать и духовно-просветительский центр. Юлия Черепанова, Алексей Дроздецкий, пресс-служба Новороссийской епархии.